Альбина Шакирова Первая передача цикла посвящена московским дворикам. Мы пройдемся по Замоскворечью, по Ивановской горке, и вы своими глазами увидите, какие тайны и жемчужины хранят эти дворы. Мы оказались во дворике церкви Воскресения в Кадашах. Здесь в 17 веке располагалась богатая и очень большая слобода ткачей, которые производили одежду из катерти. Здесь чтились традиции отцов и дедов, поэтому, когда нужно было строить церкви, они не искали мастеров на стороне. И резчики, и каменщики, и плотники, и иконописцы находились внутри этой талантливой слободы. Ну и, конечно, солнечные часы. Самая яркая деталь этого храма. Солнечные часы на церквях 17 века – это огромная редкость. Полукружие циферблата, римские цифры и стрелка. В солнечную погоду стрелка отбрасывает тень к одной из цифр. И до сих пор по этим часам можно определять время. Правда, время солнечные часы показывают не московское, а на три часа меньше, по Гринвичу. Кроме того, здесь были найдены важные военные артефакты. Оказывается, именно отсюда в 1612 году польско-литовские захватчики, которые вошли в Москву, обстреливали Кремль с помощью каменных ядер, которые устанавливались на огромные катапульты. Но не все ядра долетали отсюда до Кремлевской стены, и они были найдены археологами. Некоторые можно обнаружить прямо на паперте церкви. Смотрите, какой замечательный вид открывается с колокольни церкви «Воскресенье» в Кадашах. Колокольня высокая, 42 метра, и лучший вид на соборную площадь Московского Кремля и на колокольню Ивана Великого отсюда. Лучшая обзорная точка Москвы – это, конечно, сам Иван Великий, но у него есть один недостаток. С колокольни Ивана Великого не видно самого Ивана Великого. Недалеко от Третьяковской галереи один из самых необычных фонтанов в Москве. Он появился здесь не случайно, а тогда, когда Третьяковка праздновала 150 лет с момента покупки Павлом Михайловичем Третьяковым первой картины для своего будущего музея. Поэтому автор фонтана, скульптор Рукавишников, зашифровал здесь три картины. Это не просто абстрактные картины, это три картины из Третьяковской галереи. Один пейзаж, один портрет и один натюрморт. В данном случае перед вами пейзаж. Это картина Архипа Ивановича Куинджи «Березовая роща». Одна из самых известных картин Третьяковской галереи. Это редкий для Москвы дом с голдарейками. Таких домов осталось не больше пяти штук. Так называемые галереи, галерейки или позднее название голдарейки. С помощью голдарейок можно было попасть из самой нижней правой квартиры в самую верхнюю левую квартиру. Если включить фантазию, можно представить, где-нибудь здесь сидит мастеровой. Например, сапожник, который занимается чинкой обуви. Сюда выходили женщины с своим шитьем. Здесь бегали и играли дети. Очень любили голдарейчные дома воры и представители криминального мира. Если заявлялась полиция, можно было по голдарейке перебежать в какую-нибудь другую квартиру, где жил сообщник. Именно на голдарейках замирает мир старой дореволюционной Москвы. Мы оказались в овчинной слободе. Здесь когда-то жили овчинники, ремесленники, которые производили изделия из шерсти. Эта слобода была государственная. Получается, что даже царь носил шубы, которые были произведены здесь. Здесь яркий образец средневековой Москвы. Яркий образец русского узорочья. Церковь построена по типу корабля, когда все объемы располагаются по одной оси. Конечно, до революции здесь этих высоких домов не было. И церковь находилась на набережной водоотводного канала. А еще раньше на старице Москвы-реки. До прорытия при Екатерине Великой водоотводного канала на его месте была старица. То есть старое русло Москвы-реки. Вот это необычное положение церковь потеряла. Потому что здесь построили комплекс высоких советских домов для комитета по внешним экономическим связям Советского Союза. Комплекс как будто бы поглотил эту церковь. И теперь ее практически не видно. Церковь могли и разрушить. Ее спасло настоящее чудо. За нее заступились даже на свой страх и риск некоторые чиновники. Потому что эта церковь типична для слободской средневековой Москвы. И эта церковь не изменилась с тех пор. То есть все постройки, которые здесь есть, сохраняются прямо с 17 века. Поэтому эту церковь закрыли и отдали комитету по внешним экономическим связям. И здесь разместился архив комитета и крематорий. Мы находимся во дворе лютеранской кирхи Петра и Павла. Здесь еще с грозненского времени была лютеранская слобода. И в 19 веке, после пожара 1812 года, лютеране вернулись на то место, где 200 лет назад уже был приход Петра и Павла. Но, конечно, немцы 19 века об этом не знали. Они использовали главный дом усадьбы Лопухиных. Он стал частью кирхи. К дому лишь пристроили большую башню-колокольню. Такой кирхо сохранялось до начала 20 века. Кстати говоря, часы на кирхе не оригинальные. Настоящие часы вы можете увидеть на главном здании КГБ на Лубянской площади. Там есть фронтон, и во фронтоне как раз часы с кирхи. Мы во дворе палат Мазепы. Это одни из самых хорошо сохранившихся палат в городе. Палат 17 века. Обратите внимание на их внешнее убранство. Какие яркие наличники на окнах Петровского времени. Здесь когда-то был главный вход на второй этаж. Второй этаж – это господский этаж. Здесь жил хозяин со своей семьей. Нижний этаж – это служебный. То есть со стороны колпачного переулка не такие яркие украшения, не такие яркие наличники. Это характерно для 17 века. Это характерно для средневековой Москвы. Хозяин хранил все свое богатство лишь для себя и для дорогих гостей. Никто с улицы, никто посторонний не мог увидеть это богатство. Но 18 век все меняет. Эпоха Петра и его последователей меняет все, включая мировоззрение людей. Можно вспомнить не только богатые дворцы, которые разворачивались парадными фасадами в сторону главных улиц. Дворцы с колоннами, украшенные. Можно вспомнить и женщин, которые одевали декольтированные платья. Если вам понравился ролик, то, пожалуйста, поддержите наш проект словом и делом на планете.ру. Москва, я люблю тебя! Москва, я люблю тебя! Поддержите, пожалуйста, проект «Москва, я люблю тебя» на планете РУ. Субтитры создавал DimaTorzok